Боже, милостью будь конченному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божие мои, Тради Пречистое Твоей Матери и всех святых, повидуй нас, Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Царь Небесный, Удержитель, Дух Истинный, Ты везде существуешь и весь мир наполняешь, источник всякого добра и жизни подателем. Приди вселись в нас и очисти нас от всякой скверны и спаси благую душу нашу. Святый Бог, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Тебе, Святому Духу, и мы всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наших. Святый, посети и сцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. И прости нам грехи наши, так и мы прощаем блажникам наших. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и Сила, и Слава во веки. Аминь. Став воскреснам и преподаем, что Папа Твоим благом, и ангельскую песню возглашаем. И свят, свят, свят ты, Божий, молитвами Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и с постели от сна, ты поднял меня Господи. Ум мой просвети и сердце, и открою стамы, и чтобы воспевать не святая Троица. Свят, свят, свят ты, Божий, молитвами Богородицы, помилуй нас. И не всегда, и во веки, и веков, аминь. Внезапно пройдет судья, и деяние каждого обнаружится со страхом воскреснен в полночь. Свят, свят, свят ты, Божий, молитвами Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и не всегда, и во веки, и веков, аминь. Слава сна, благодарю Тебя, святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогневался на меня, ленивого или грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконных моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, и прославить могущество Твое, и ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться слов Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, и открою встанную, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки, и веков, аминь. «Придите, поклонимся к Царю нашему Богу!» «Придите, поклонимся и преподем ко Христу, Царю нашему Богу!» Идите, поклонимся и предпадем к самому Христу. Сынок, Богу нас. Спаси меня, Боже, ибо будут дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем встать. Вошел в один год, и быстрое кечение их увлекает меня. Я из него, как вопля, засохла горталь моя. Истоми из глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не поскидятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи, Божий сел. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Божий Израиль. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестьям покрываю лицо моё. Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме Твоём снедает меня, и злословие, а злословие, честь Тебя падает на меня. И плачу постоянно лицою моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды в рекище, и делаю ко них притчи. А мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино. А я смолю Твою моею к Тебе, Господи, во время благоугодное Божие. По великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тени, чтобы не погрязнуть мне. Да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина. Да не затворит надо мною пропасть зела своего. Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя. По множеству щедрот Твои призыви меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего. Ибо я скорблю. Скоро услышь меня. Приблизься к душе моей. Избавь ее ради врагов моих. Спаси меня. Ты знаешь поношение мое. Стыд мой и пострадание мое. Враги мои все пред Тобою. Поношение сокрушило сердце мое. И я изнемог. Ждался страдания, но нет его. Утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь. И в жажде моей наполнили меня уксусом. Да будет трапеза их. Тепи им. И мирное пишество их заподнеет. Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть. И чресла их расслабь навсегда. И злей на них ярость Твою. И пламень гнева Твоего да обынет. И жилища их да будет пусто. И в шатрах их да не будет живущих. Ибо кого Ты поразил, они еще преследуют. И страдания у измленных Тобою умножают. Приложи беззаконие и беззаконие их. И да не войдут они в правду Твою. Да изглавятся они из книги живых. И с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю. Комость Твоя Божия да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего. В песне буду превозносить его славословие. И будет это благоугоднее Господу. Нежели вот, нежели телец с орогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются. И оживят сердца Ваше ищущие Бога. Ибо Господь немлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят его небеса и земля, моря и все ближайшиеся в них. Ибо спасет Бог все он, создав города Иудины. И поселятся там и наследуют его. И потомство рабов его утвердится в нем. И любящий меня его будет поселяться в нем. Поспеши, Боже, избавить меня. Поспеши, Господи, на помощь мне. Да постелятся и посранятся ищущие души моей. Да будут обращены назад пределы посмеяния, желающие в меня зла. Да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне. Хорошо, хорошо. Да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебя. И любящие спасение твое. Да говорят непрестанно. Великий Бог. Я же беден и нищий, Боже, поспеши ко мне. Ты помощь моя и избавь ты мой. Господи, не замедляй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И буду всегда и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешно, так как я никогда не делал ничего доброго пред Тобою, избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мое недостойное муста, восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, всегда и водитель веков, аминь. Отстав от сна, я последи ночи, приношу Тебе песни, спаси, преподай, стопам Твоим взываю к Тебе, не дай мне уснуть в греховной смерти, но ржаться на мною, добровольно распявшись, скоро подними меня, беспечно лежащий, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве, после сна ночного, пошли мне ясный и безгреховный день Христи Божий, и спаси меня. Моги-ка, человеколюбчив, став после сна, я спешу к Тебе, припомилосердию Твоему, принимаю за угодные Тебе дела, и я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла, в мире от дьявольского искушения, и спаси меня в виде в царство Твое вечное, ибо Ты, мой творитель, источник и податель всякого блага. Тебя, вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, в мире и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твое милосердию, Ты дал мне работу и в прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, владыка, творец всего сущего, удостой меня присвятить Твоей истинной, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю. Милый и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей сил, бесплотных и всяких отводят, на высотах небесных живущих, озирающих долой земли, наблюдающих сердца и помыслы, ясноведающих тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обиде сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мысли, вольные и невольные. И очисти нас от всякой нечистоты Твоего и Духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить все иное здесь, на земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия, и безнародного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славой воздать каждому по делам Его. «Да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественных чертов славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость, видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир, и Тебя воскрывает все творение в веке вечной. Аминь. Святой Ангел, поставленный блестимую бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за неводерженность мою. Не дай возможности злому демону подчинить мне себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел, Божий, Хранитель и Покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня всякого искушения мрадовского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и садил меня рабом, достойным Своей милейсти. Пресвятая Владычица, моя Благородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения и всескверные, лукавые и хуйные помышления от несчастного моего сердца, от обращенного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо я ничьи слаб, и избах мне от многих купительных воспоминаний, и немерений, и освободи от всякого злого воздействия, за Ты благословенна всех родов, и Твоя предчестное имя славится на веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Игнатий, Андрей, Сергий, Анатолий, Роман, Елена, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Спаси, Господи, людей Твоих и благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы, как креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй, от самого духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан, подай им Твои земные небесные блага, и не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи их, и силой Твоей дару им здравия и спаси на душе. Ибо Ты была, Ты любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, и всех православных христиан, прости им все и грехи, вольные и невольные, и дары им Царствия Небесные. Со святыми упокой, Христиан, души, рабов Твоих, православных отцов, братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистине достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Богослова, достойную большей почести, чем хирургимой, и несравненно славнейшую, нежели сиротимую. Слава, Христиану и Святому Богу! И ныне всегда, и во длитель веков. Аминь. Господи, благослови поездку мою, сохрани меня в пути и возврати меня в мире. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Прочистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Молитву ради Прочистой Твоей Матери, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Абвов Учи. Свят, свят, свят Господь Савауф. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле. Мир в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. И покроем опором любви Твоей. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой ангел, за эту ночь. Сколько лет Ты хранил, спасая от видимых и невидимых опасностей. Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою помытарством, и веди ее навеки в вечное царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жители в бедности, имея пропитание и одежды, чтобы быть благочестивым и довольным. И каждому даруй жилье, чтобы никому не завидовать, не роптать. Даруй жилье Гавриила Сергея. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки. Илья, Илья, Иллисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иум, Аиль, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Нееми, Амос, Наум, Исаи, Иеремия, Варух, Изыки, Иль, Осия и Аиль, Агей, Сафоний, Захария, Малахия, Давид, Иднафан, Даниил, Отроки, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода твоего нашего отшествия не застав нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, соделанной в Духе Святом с любовью, Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, Херувимы, Серафимы, все небесные силы к престолу Божию и предстоящие святые апостолы и Петр и Павел, и Евангелисты, Матфей, Марк, Лукой и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатия Богоносец, поликам, смирский усин, Космоэдамьян, Андрей Стратилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеемон, сорок святых мучеников, Сар, Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Греб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя антихриста и дару и веру доброй Анфиму, Вениамину и устаршей родителей заложены в воспитании. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Глатаусов, Афанасий Великий, Ипрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Пеодосий, Корнилиев, Сергий, Радоневский, Степан Пермский, Серафим, Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Крештадский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, И все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит и укрепит нас Господь в святой православной вере, а замысли ретиков и злые их учения развей и в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомущенцев, Атина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прескила, Акила, Андроника, Юня, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, саламудрие и стыдливой женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя! И справь не покорилась Галины, семейства Евгений, Надежды, 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 Светланы, Марии, Иерархистов, Марины, Юлии, Елены, Людмилы, Галины и Анны. И нас помилуй, милости твоей ради. Спасибо, помилуй, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священарея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Владимира, Максима, Диахона, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Иллис, священнический, иноческий чин. И высшие истины, служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и, наверное, да еще священника, если угодно, воле твоей, святой. Аллилуйя. Слава тебе, Господи, за прошедшую ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобой. Для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Сохрани нас здесь, селения наши от пожара, от воров, от нечистой силы и живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря Серафимова, Иосифа, Алексея, Романа, Владимира, Никиту, и почти добрых жителей Михаила, благословительных, знающих тебя, любящих уставы твоих. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аллилуйя. Смири власти и воинств твоих, и через них сотвори благое церкви твоей. Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Ардогена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, где война идет. И научи насынить это мирное время. И приготовь землю сию к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя. Сохрани правителей от покушения на них. И даруй духовное рождение патриархам, папам, епископам, священникам и пасте. И водительство духом твоим, святым. Ибо кто духа Христова не имеет, тот и не его. И кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божие. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Спаси и помилуй. Татьяну, Наталью, Игорь, Марину, Никиту, Чадовик, Виктор, Сергей, Севастьяна, Людмила, Нину, Алектина и Рашир, пределы общие наши. Найди новую душу, побуди всех на благовестие. И пошли добрые жители, знающие тебя с детьми. И сохрани школу. Аллилуйя. Возри на врагов и разруши их замыслы. Не дай желаемого несчастливым. Обрати их на путь покаяния и примири с нами. И украти их ненависть. И в судный день не помяни их безумия и лжи. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Спасибо. Помилуй. Татьяну, Наталья. Благослови, Господи. И наши благодетели Елены, Анастасии, Максима, Владимиры, Евгения, Евгения, Наталья. Свети болящих дай силу все перенести. И дару им здравия и исцеления. Сергею, Алексею, Александру, Александру, Анну, Анну, Марию, Антонина, Игорь, Василию, Калерия, Неанил, Валентину, Мария. Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни. За друзей и за врагов. Ибо все в свое время будет на пользу. Если примем это с благодарностью. Аллилуйя. Путешествующий, Благослови, Раиса, Льва, Сергея. Сохрани их пути и помилуй. И найди отступников Николая, Михаила, Александра, ты знаешь их имена. Не дай им погибнуть в ожесточении сердца их. Ибо вне церкви нет спасения. Дабы не увлекались заблуждению беззаконников, еретиков. Научи нас бодрствовать но своей душою. Аллилуйя. Сохрани это наше сокровище, сайт и форум. Все, что здесь есть, для пользы многих людей. И трудящихся Виктора, Василия, Сергея. И обрати на путь покаяния Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Светлану, Юрию, Эдуардов. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Да будет сей день днем благословления и прославления Твоего имени и дел Твоих в Христе, Боже наш. Защити нас от происков у вражеских, взрослых и детей в пути приезжающих, дабы вместе и восславить Тебя. Хвала Тебя, наш Господь. Слава Тебе бесконечная да будет от всех любящих Тебя. Господи Боже наш, найди все наше родство и такие Валентины, Ирину, Татьяну, Маркунину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира и Игоря. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, поставь охрану месту сего и защити его. Дабы чуждые и творящие пакости не смогли и приблизиться к нему. Найди новые души, укрепи отступивших потерявших путь спасения, где погас свет любви твоей, Юрия, найди. Благослови и помилуй Димитрия, Марину, Чадых, Валентину, Алексея, Валентину, Надежду, Димитрия, Димитрия, Олега, Алексея, Александра, 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 Михаила, Нину, Анну, Благослови, Юрия, семейство Его, Юрия. Слава Тебе, Единый, Вечный, Господь и Бог наш. Слава Тебе, за все Твои милости, за Твое долготерпение, за милосердие оказываю нам. Слава Тебе, и прими нашу молитву и возди они рук, как жертву вечерней благухания приятна перед престолом благодати Твоей, Господи, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Посети, Господи, страдающих в узах, тюрьмах, за слово Твое и в Сирии и в Сирии, и в Сирии. Сохрани их. И убиваемым детям Твоим. Открой двери Царства Твоего Небесного и прими их в обители вечные. И нас приготовь к этим грозным испытаниям. Аллилуйя. Аминь. Доброе утро. Итак, мы добавляем тут рассуждения. Но это я беру в основном из нашей книги к истинному православию. Сейчас у нас идет тема о благовестии. Продолжим. Обычно проповедь Самвона в храме, как правило, принадлежит совершителю таинства. И может быть им лишь передоверено другому лицу, также принадлежащему клиру. Но ко всему народу, а не к одной только иерархии, обращены слова Господа «Идите по всему миру, научите, проповедуйте Евангелие всей твари». Матфея 28, 19, 20. Было время, когда мы, три родных брата, я, отец Аким, Павел, учились на дому, проходили курс семинария практически в доме Александра Пивоварова, а он кандидат богословских наук, брат его родной Борис, он в Академгородке служит, тоже протоиереи, там какие звания, магистр, что ли. Вот. И мы многому там научились. Он хорошо пел, и одна же приходит, и прямо с порога запел «Упокой, Господи, в обителях небесных, раба твоего Дорофея!» Мы говорим, а кто это такой, не знали. Но тогда интернета не было, друг о друга узнавали. А был, говорит, и романах такой, его считали как юродивый, считали так, позаглаза. Почему? Рязкого он никогда не стирал, видать. И он идет, она длинная у него, и в грязи там, где есть, и вот кончается богослужение, народ расходится, а он сразу «Разреши, я скажу слово!» И говорил слово в евангельском духе, призыв к покаянию. И бывает так, скажет слово, а еще что-то там, еще там, молебен какой, он опять подходит к нам, кто ведет службу, ведущий у них. «Разреши, я еще скажу!» И, видимо, властям это очень не нравилось. А сделать ничего нельзя, он не против власти, официально он, ну, прямо находится на богослужении. И однажды он поехал в Грузию, это он уже рассказывает, и его труп нашли вниз по течению, там по реке унесло, видимо, с моста его сбросили. Никто не знает, ну, никто не видел, суд Божий только обнаружит. Вот видите как? То есть, эти люди, которые проповедуют, они всегда под ударом стоят. Всегда. Если они кого-то возненавидели, или сатана на усик, бесполезно доводы какие-то делать, бесполезно. Абсолютно. Вот я каждое утро смотрю за ночь, сколько отзывов, комментариев на наши видеоролики. А видеороликов-то ни два, ни три у нас на видеоканале, это 7300. И вот новые стоят, ничего там нету, такого, ну, свадьба идет, ну, сектанты собрались, да когда их переколоть от всех. Опять, наши девушки идут по деревне, идут, картина просто замечательная. И из Рио-Новости приезжали фотографы, ну, какие там, кряжек, очень известные. И алтайские-то не просто фотографы, с разными наградами, от Путина лично получил у нас второй, это Каспришин Андрей Николаевич, в Алтайской правде, в губернской нашей газете служит. Награду от президента Российской Федерации, чтобы фотограф какой-то получал, и звание там, научный или как-то сотрудник, или что-то такое науки там, какая там наука, не знаю, но факт тот, что знает, Волобоев, Александр Павлович. И эти люди, видя на у нас все, они фотографируют подряд все, и выставлено. Ну ладно, тебе не нравится, но фотография занимает первое место, первое место, если занимает по стране, ну, да мало того, на международных выставках. И наши фотографии, то есть она, с которой фотографии, их берут на корочки, для фотографии. Вот выступает там Игнатий Душеинов, и взяли фотографию, от которой у нас визитка. Это Безруков Павел Федорович к нам приезжает один, ну, снимки-то отличные, там ничего нельзя сказать, сектанты, сколько их развелось. Я с детьми в поле, ягоды собираем, одни ребятишки там, ну, и нас видно двое взрослых, и разговора ничего нету, аж лопаются, сектанты, сектанты. А вчера мне, или позавчера, одна душа ей говорит, вот, есть такой, что он там, как его там, лапковщина, там, ну, и другое, то такое истинное, православная церковь РПСЗ, истинное, в кавычках, конечно, ну, и целый, там, ресурс против нас. Я стал считать, никогда не смотрю, а тут стал считать, ну, это, я знаю, что лгут. Московский комсомолец на Алтае одна же статью против меня напечатала, 47 раз, сказал неправду. 47 раз, это не два, не три, ну, раза-то. Там, Курдюмов нарисовал рисунок, стоит, черт, на гайке держит, наручники, а вверху нимб, и на небе написано, община, Игнатия Лапкина. Ну, на небе, во-первых, не пишется, а потом, ну, я узнать решил, это кто с чего, нашел их всех. Они попятились, не отвечают никак. Ну, я подал в суд на них, сказал, что началось у них тут. Они не знают, куда бежать. Их вообще нет в городе. Пришлось повестки разносить самому. Я взял брата одного и пошли. Он дверь открыл, говорим, повестка вам в суд от Залатки. Он дверью хлопнул, и не под каким видом. Ну, все-таки суд его вытащил. Вытащил там он. Да я что, да мне сказали, да я нарисовал, начал пятиться. А этот, который статью написал, его нет. Ну, суд решил, что мы зарегистрированы, православные, никакое отношение к сатанизму не имеем. Ну, какое отношение-то? Он видел или сатану, или нет. То есть, ложь, и надо оплатить. И вот на днях такую ложь. Считаю, совершенно, я родился там в Америке, ну, я в Америке не родился, во-первых, что, ну, вплоть до того, что я племянник Гитлеру. Ну, не племянник я ему, не знаю там, хотя мне много в том человеке нравится, вот это, что народ он поднял. До того момента, когда вот, пришел полностью к власти, сумел же он поднять, и за разрухи страну, и, и проще. Это я вот о чем говорю-то. Ну, ну, поношение, и оно никакого силы-то не имеет. И на днях, мне звонят и говорят, так и закрыли этот ресурс лживый. Как закрыли? Ну, не за вас. Признали его экстремистским, видимо, он где-то кого-то касался евреев, я так понимаю. Евреев кто трогает, ну, как вот, значит, ему крышка, как говорят, тамба, каюк. Вот, если кто нападал на президента Российской Федерации Владимира Путина, я их всех отслеживаю, смотрю, ни один добром не кончил, ни одного нету, ни одного. Все внезапно, кончаются внезапно, как Немцов. Он, я воевать там буду, ну, я уберу-то Немцов, это губернатор был, и в Думе там, и везде был, и в фракции главенствовал. Нету. И никто, никого нигде не найдут. Ну, можно как-то где-то, никак. Березовский против был. Путина сместить, что сместил, никто не знает, как умер. Новодворская, Валерия, что-то там, внезапно, там какой-то пупырек на ноге, взяли в больницу, уже оттуда не вышло. Ну, вы знаете, какие там, вот Левашов, Николай, там многих он везде, в международных организациях, там, академик. Внезапно, кончался, не что, а, пишут его сотрудники, это космическая энергия поразила его. Да демоны взяли душу. Или генерал Петров, Константин, внезапно умирает. Ну, внезапно. Ну, Илюхин, член КПРФ, там, после Зюганова первый-то, готовить суд, надо над Путиным. Внезапно скончался. Какое там у них переполох, беспокойство, не болел ничего, сидел, рухнул, головой в чашку и помер. Зачем? Я не увязываю, не говорю, что там Путин убил, там, это именно враги его, враги. А вы что делаете? За врагов этих мы молимся, чтобы они этого не делали, а за президента молимся, чтобы Бог сохранил его, вразумил, чтобы мудрые законы издавал, не лгал, не обманывал народ. Ну, то есть, то, что я вижу, что в нем есть, человек в системе КГБ служил, это совесть полностью искореженная, тут, я не о нем говорю только, но и о всех, которые там были, что спрашивать-то? Ну, однако, ехали дорогой, мы рассуждали, я попутно говорю, ну, мы трое, ну, хотел бы что-то еще, да хотел бы, но мир, мы едем по Чечне, мы едем по Чечне, проехали три раза, война прекратилась, ну, мало ли это, ну, маленько, это надо прикидывать, а который лезет на вал, да у него ничего нету, Навальный, Навальный, слово, Навал, это есть такая фамилия, или имя, это безумный называется, безумный переводится, и куда идти за безумными, им лишь бы смуту навести, проучатся, главное, везде, как Дворкин, в Америке, да в Израиле, а потом приезжая тут наводить порядки, ты сначала там наведи, там, идут служить все в армии, дают присягу перед флагом, против Конституции нигде не сказать, то есть, клятва просто безумная, там в жизнь бы не приблизился, дают, а здесь нельзя служить было, я не одобряю ни то, ни другое, но нельзя так, двойной психологией жить-то, там нельзя, тут приехал, можно, там правительство нельзя трогать, отсюда приедет, костерят по всем швам, ну сейчас законы-то принимают такие, что будут привлекать за поношение правителей, там, и проще, и закрыли вот этот ресурс, я, правда, сунулся, нету закрытый, недоступный, и, это Господь, выслышал молитвы, а я никак, только молился о них, и дальше, проповедание Евангелия считалось делом всякого верующего, который призывается самим Господом, исповедовать его перед людьми, и так, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим небесным, Матфея 10,32, сказаю же вам, что всякого, кто исповедует меня перед человеком, и сын человеческий исповедует перед ангелами божиими, Лука 12,8, и притом не только мужчинами, но и женщинами, Фекла, Ольга, Кригиния Ольга, вот, я привожу примеры, сразу же, и жития святых, и слово сказать, и, И одна,